всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленой жизни ребята есть не решила записать видео продолжение продолжение потому что все его ждут это история той самой алаказии макариза которые я получила из магазина адениум лэнд 16 июля сегодня у нас на данный момент 1 августа чем вас поздравляю 1 августа вот и лето прошло грубо говоря да уже почти прошло хотя у нас жарище невероятно стоит погоду мы с вами конечно же еще обсудим обязательно потому что погода сыграла большой фактор во всем но обо всем поподробнее ребят я долго думала каким образом мне записать это видео смотрите то есть когда 16 числа я получила посылку сняла видео о том что вообще мне пришло в этот же день я написала продавцу и вот эти две недели у нас не шел диалог принципе короткий диалог довольно таки мы с вами обязательно посмотрим всю эту переписку от начала и до конца я выложила это видео на youtube и отошла от своих правил открыла комментарии к этому видео открыла я их специально чтобы вообще посмотреть почитать сколько людей какое мнение потому что но много людей покупали в этом магазине не вы знаете да были конечно комментарии веселые как обычно были негативные но вы знаете несмотря ни на что все-таки комментариев хорошего было намного больше за что я вас очень благодарю я благодарю вас за поддержку я благодаря пообщалась многими подписчиками с которыми уже давно не общалась и очень-очень соскучилась еще раз всем огромный привет вот и решила не обращать внимание на негатив но решила ответить абсолютно на все комментарии там очень много информации на самом деле ну вот просто очень много потому что люди писали свои случаи связанные конкретно с этим магазином поэтому комментарии открыты и они будут открыты ребят если у кого-то останется после моего второго видео после первого или второго видео хоть какие-то вопросы любом случае ребят решать вам покупать в этом магазине или не покупать но прежде чем покупать здесь и все за и против пройдите и посмотрите мое видео и почитайте комментарии обязательно почитайте комментарии хотя вы знаете да очень тяжело сейчас youtube очень тяжело и конечно писали предупреждали о том что будут его жестоко как говорится тормозить невероятно тяжело смотреть видео на youtube я уже сама вот четвертый день смотреть невозможно качество все идет кубиками не видно ничего долго грузит лагает телевизор но это что-то с чем-то а вот поэтому меня допустим такое качество вообще не устраивает поэтому я всех своих блогеров которых я люблю вот я смотрю на других площадках но если нет значит ну понимаете да то есть ну youtube практически уже не смотрю это была последняя капля так что ребят по возможности переходите на другие площадки и разговаривайте об этом транслируйте это я сейчас обязательно оставлю вот вам пожалуйста картиночка переходите у меня очень активный канал на дзен там больше видео там намного все интереснее единственное что вот сегодня пришло пришел комментарий вот что долбит ли реклама на дзен ребят повторюсь еще раз на дзен нет рекламы если вы смотрите все с видео через приложение да скачайте вы уже это приложение дзен зайдите вы куда какой у вас телефон зайдите вы уже скачайте она абсолютно бесплатная и все и вы также через телефон можете делать себе перекидывать все это транслировать через большой экран телевизора и у вас не будет рекламы вообще потому что никогда начинают писать про рекламу если честно я смотрю широко открытыми глазами потому что я смотрю всех своих блогеров а также свои видео пересматриваю но в смысле когда то есть у меня только выходного видео я обязательно его пост просматриваю чтобы посмотреть какое качество но ни одной рекламы нет ребят ни одной поэтому для меня это новость так что скачайте приложение смотрите без всякой рекламы все реклама там есть на телефоне через приложение если вы читаете статьи вот это точно есть на видео рекламы нету поэтому я думаю это займет у вас буквально ну пару минут так что переходите я еще знаете думаю над тем чтобы открыть свой канал на бусте еще пока думаю на эту тему сейчас сильно большая загрузка плюс ко всему видео выходит не так часто чтобы открывать еще одну площадку вот так что возможно когда-нибудь но наверное не сейчас так что вот вам в общем будет ссылочка на мой дзен канал переходите подписывайтесь будет вам ссылочка телеграм-канал также подходите подписывайтесь вконтакте то есть я также оставлю страничку вконтакте то есть меня найти очень легко какие-то вопросы если там что-то интересное какие-то проекты мы сейчас девчонками решили прям флешмоб такой знаете запустить мы сейчас по заказывали семена интересные нас уже довольно таки много будем делать посев в один день и выращивать очень красивое растение я так что проходите все это будет очень очень скоро несколько каналов будет а также просто подписчики будем делиться мне вот чем нравится еще дзен что там можно делиться пожалуйста то есть выходит видео и ты в комментариях можешь добавлять фотографии то есть не просто тогда сидеть там что-то долго долго описать фотографии закидываешь и уже можно их обсудить так что я думаю будет очень интересно подписывайтесь обязательно вот но с youtube конечно очень печальная ситуация вот ладно там допустим люди не зарабатывали жданы давно и там негатива очень много но смотреть то можно было теперь даже смотреть невозможно если у кого-то еще что-то не лагает поверьте очень скоро и у вас это все вас это тоже накроет я прям гурь четвертый день смотреть невозможно если с телефона еще более или менее с телевизора так это вообще какая-то катастрофа вот поэтому вот по поводу этого видео но продолжение то есть с этим виден с этим растением конечно выйдет и тут и там потому что многие смотрят все таки пока еще там я надеюсь что скоро все присоединитесь и к дзен ну не все но хотя бы еще большая часть так каким образом я хочу записать это видео то есть сейчас я вам расскажу что я делала первое время дальше мы с вами посмотрим на всю абсолютно всю переписку с продавцом и в итоге я покажу вам сейчас как чувствует себя растения потому что очень многие спрашивали а как чувствует себя растения как чувствовать растение потому что то гниль которая была видео она на самом деле была очень жестокая и она очень быстро распространялась и если бы я ее не блокировала на тот момент то по сути растение оставалось жить несколько дней но если я вам говорю что я сегодня на данный момент покажу вам как выглядит растение это значит и я справилась мне просто повезло ребята всего лишь повезло но я бы хотела также в конце озвучить свое отношение вообще ко всей этой ситуации а также как я смотрю на то повел себя продавец данной ситуации вот и знаете судя по комментариям на youtube сколько писали люди там был вообще прям письма отчаяние знаете были у меня довольно таки еще быстро состоялся состоялась беседа с этим продавцам мак отвечают они намного дольше беседы происходят месяцами месяц-два представляете вот такие вот идут беседы а тут всего каких-то две недели и мы решили полностью вопрос так вот жалко конечно что я не записывала с самого начала я начала записывать чуть чуть попозже что я начала делать дальше с этим растением так что первые шаги я вам сейчас расскажу а дальше я добавлю вам видео уже которое смонтировано небольшое интервалом да с каким-то интервалом что я дальше дело что происходило с этим растением так вот ребят 16 числа я поставила как вы помните значит блокировала гниль и поставила в мох у нас с вами был зародыш одного листочка буквально зародыш вот а второй лист он был сухой сгнивший да и сама пусть и ствол этого листа он мокрый был и он гнил я тоже сделала срез засыпала тем же самым средством поставила все это дело в мох но тепличку я не делала если вы помните если не помните ссылочка на это видео будет конечно же в описании проходите посмотрите так вот ребят что было буквально через стремительный процесс был то есть я смотрела но там буквально по часам все это дело было этот лист который был да то есть старый точнее ствол от этого листа он начал дальше мокнуть он стал черней 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 чернить вот и дошло все это дело до основания то есть до мха то есть я когда увидела я вообще если честно но во первых вонь была невыносимая во вторых вот это слизь вся то есть она превратилась буквально в жижу что мне пришлось делать то есть я достала растение из мха потому что мог сам по себе был слегка влажный но все равно был влажный вот я достала растение и аккуратно сняла вот эту всю жижу то есть так чтобы прям пальцами снимать не получалось потому что но это с клисткой оставалось прямо на руках поэтому я взяла также скальп и начала аккуратно счищать я счистила все это до основания весь этот лист все что-то уже должно было быть до основания и засыпала углем углем с корицей кстати много подписчиков писали мне что пользуется корица у меня корица очень хорошего качества поэтому я согласна она такой же антисептик очень хорошо помогает так как видите препарат химический уже был нанесен что-то еще добавлять туда типа максим ну вот что туда какой-то прям тяжелый или допустим фундазол вот что-то такое я побоялась потому что уже один препарат был препарат с препаратом но не особо да поэтому это был просто уголь и просто корица то есть я засыпала то есть я освободила полностью растение из мха увидела что корни полностью пропали то есть корни вот тех самых которые там ну как мне написала потом продавец ну переписку мы с вами посмотрим она мне написала что живые корни и так далее так вот корней на тот момент уже не было хотя прошло там два дня то есть она полностью скинула эти корни как только почувствовал новый какой-то мох тут же скинула поэтому я спокойно зачистила до основания засыпала углем корицы и положила на бумажное полотенце чтобы все это дело подсохло хотя бы немножко подсохло лежал чуть-чуть проветрилась заветрилась знаете там минут сорок не больше и я приняла решение поставить этот пенек с маленьким зародышем листика в аквагрунт то есть у меня есть целый проект реанимации проращивание клубни аллоказии в аквагрунте показал он себя на этих стадиях просто великолепно поэтому я подумала что хуже точно уже я ничего не сделаю и после того как я поставила в аквагрунт новый лист начал развиваться вот этот зародыш но он тоже начал портится причем сразу же и дальше у меня продавец кстати спрашивала фотографии фотографии как чувствовать себя растение сейчас но это мы с вами опять таки все рассмотрим посмотрим все вам покажу всю эту переписку придется наверное знаете как сделать идет наверно озвучку потом делать отдельно ну я наверное сделаю озвучку отдельно потому что если с компьютера сейчас снимать вам плохо будет видно я просто запишу с телефона и переписку вот и делаю отдельно озвучку а сейчас давайте я вам добавлю видео что было дальше. То есть, когда я поставила в аквагрунт, и что происходило дальше. Потому что на этом же все не закончилось. То есть, я две недели реально боролась за жизнь этого растения. Так, ну что, ребят, приятного просмотра. Ну, вот он мой подыхантус, который пришел ко мне 16 июля. А сегодня у нас 28. Решила снять промежуточное какое-то видео. Потом я его скорее всего добавлю в общее видео. Потому что всем интересно продолжение этой истории с Маккоризой, вот этой вот, которая пришла у меня с Адониом Лэнд. Если вы думаете, что вот новый листок, классно, как здорово. Ничего классного, ничего здоровского тут нет. Потому что тот лист, который у него был до этого, помните, который мы с вами срезали, этот лист тут же отгнил в сопли, просто в сопли. Ушел в ствол. Пришлось мне доставать все это дело из мха и ставить в аквагрунт. То есть я поставила в аквагрунт вот такой небольшой объем. Когда мне продавец там написала, что там щетка корней, корни эти были нерабочие. То есть корни начали тут же, скажем так, отмирать. Нам нужно наращивать как-то новые. Как вы видите, новых корней тут нет. Их нет. Нигде по стенкам новых корней нет. Нету. Все. Значит, был новый листик, шел, да, то есть старый, то есть в сопли был. Мне пришлось зачищать, убирать, переставить в аквагрунт. Вот это, который у него там типа шел, вот он вышел. И вот что с ним стало в итоге. Но идет новый лист. Вот таким вот образом все это выглядит на данный момент. То есть вот у нас промежуточное видео, потому что многие спрашивают, как чувствуют себя растения. Я пишу ответ, не хорошо оно себя чувствует. Ничего хорошего я в этом не вижу. То есть лист один ушел, второй отгнил. И вот как-то так. Корней нет. Стоим в аквагрунте. Аквагрунт изначально я увлажнила, больше не увлажняла, потому что корней нет. Растение не пьет. Зачем еще увлажнять? Чтобы что? Чтобы залить. Так что стоим, ждем. Ну а по поводу того, по поводу нашей переписки, что мне пишет продавец, все это будет в видео. Все буду озвучивать. Ну а в данный момент вот так. Сейчас я вот этот листик вот здесь вот так вот тикну. Вот так. Потому что он все равно висит тут на сопельках. Вот так. И будем наблюдать дальше. Делаю промежуточное видео. Вот так вот выглядит лист. Вот это все мокнущее. Опять все, вот это все поснимала, поубирала. аккуратно, маникюрными ножничками. Очень, очень медленно. Все я это делала. Лист-то она не хочет разворачивать. Ити наполовину развернула, и все. Корней до сих пор нет. Но тут что-то пробивается. Вот немножко. Я сверху увлажняю. И сейчас принимаю решение поставить ее под колпак. Хочу ее поставить под колпак, посмотреть, как дальше будет развиваться. То есть, постоянно увлажнять эквагрунт не хотелось бы, потому что она все равно его не пьет. Но он подсыхает. И вот эта верхняя часть эквагрунта, когда начинает подсыхать, а так как там, видите, идут немного корешки, я все-таки надеюсь, что они там начинают идти свеженькие, да, то подсохший эквагрунт он больше забирает влаги, чем дает. И чтобы избежать вот этого, я, наверное, сверху сейчас сделаю все-таки ей тепличку. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Так, ребята, вот смотрите. Слушайте, как меня выручают вот эти вот стаканы. это стаканы, которые идут на, по-моему, 0,7, да, вот эти вот длинненькие. И я вот таким вот образом много что делала. Вот так вот стакан, сверху стакан. И они выполняют круто роль теплички для вот таких вот высоких растений. Все, в общем, 30-го, 0,7-го, 2024-го. Продолжаем вытягивать растения. Будем наблюдать теперь вот так. Кстати, продавец еще не ответил. Так, все-таки я решила, ребят, записать видео с компьютера. Не знаю, если сейчас буду монтировать и будет нормально все видно, тогда я так и оставлю. За кадром тут Боня, как обычно, сопит. И вот обратите внимание, 14-го марта был оформлен заказ. Посмотрите на вот это число. 14-е марта. Это для всех тех, кто написал в комментариях, а зачем вы купили растение в июне? Зачем? Я не покупала его в июне, ребят. Я купила его 14-го марта. Вот здесь вот была корзина на 4400, видите? Алаказия Макариза 2000 и Агланема Анимани Триколор 2400. Все, ребят, 14-го марта. И потом у нас пошла с вами тату тут жара. То есть все, вот оно оплачено. Угу, замечательно. Так, значит так, сначала было оплачено, то есть можно сначала предоплату сделать, после этого вы оплачиваете полностью. Видите, все тут было оплачено полностью. Дальше пошла рассылка. Рассылка 10-го мая была какая-то 16-го мая, 3-го июня. А, вот смотрите, 16-го мая было написано «Добрый день! К сожалению, по независимым нам причинам поставка кротона калаказии алаказии задерживается примерно на неделю». Это было сообщение 16-го мая, как вы видите. Угу. 3-го июня я пишу «Здравствуйте! Понимаю, что у вас циклот, но сообщение приходило, что задержка на неделю, а уже начало июня. Я не тороплю, хотела просто уточнить». Благодарю. Здесь пишут «Ага, значит, только сейчас начинают делать рассылки». Я надеюсь, ребят, вам хорошо видно. Значит, спасибо, буду ждать. 11-го июня значит, пошла рассылка, пошла рассылка. И, значит, ссылка на доплату была 210 рублей. Это, видимо, были какие-то почтовые или что-то типа этого. И вот, смотрите, это у нас наконец-то приехала Агланема. Агланема Анимани Триколор. Видео тоже было с распаковкой. Помните, когда я еще говорила, что я была очень удивлена, почему одно растение, когда заказывала два. Ну, две разные поставки, ладно, хорошо. Я после этого отписала, значит, продавцу, как вы видите, что «Здравствуйте, Агланема доехала, великолепно, благодарю». Ну, то есть, это я про то, что, знаете, не какой-то там монстр, который там, если уж, ну, нормально растение доехало, в конце концов, с листами, с корнями, то доехало только, оно доехало, почему нет. Ну, тут у меня был вопрос, подскажите, пожалуйста, Алаказию когда ждать? В июле или позже? Так, вот, спасибо, что написали. И причем, знаете, как бы ответ сразу же, день в день. Вот, пожалуйста, 19 июня. Написали про Агланему, пусть радует вас. Алаказия должна приехать в конце июня. Ждем подтверждения. Дальше пошел в конце июня. Вот у нас уже 11 июля, ребят. и вот наконец-то у нас пошел счет на 1350, как видите, вот здесь вот. Это у нас, просто мне пришел счет на то, чтобы я оплатила почтовые первым классом. Все. Как вы видите, они были оплачены. 12-го это все было оплачено. И вот, пожалуйста, 16-го у меня уже фотографии пошли продавцу. То есть, по сути, по сути, посылка была 4 дня в пути. Это опять-таки для тех, кто решил мне написать, что да зачем, это же была жара. Причем тут продавец? Продавец вам такое не отправлял. Это была жара. Нет, ребят, это было такое растение. Потому что я в такую жару прекрасные растения получала, они прекрасно у меня доехали и великолепно себя чувствуют. Если что, я все свои растения, кстати, недавно показывала и буду сейчас еще скоро показывать все свои новинки, которые были в этом году и как они себя чувствуют. Вот. Еще раз, кто не смотрел видео, пожалуйста, вот я фотографии добавила. То есть, вот он мокнущий ствол, его видно прекрасно. Вот они, корни щеткой, типа, гниль, а вот она гниль, вот он зародыш листика, все остальное отмершее было у нас, пожалуйста. Так, дальше, дальше. и вот смотрите, то есть, 16-го я получила и 16-го я пишу. Здравствуйте, вот что мне дошло. Вы считаете, это норма? Я спрашиваю продавца. Через два дня, 18-го, я пишу. Я очень жду вашего ответа, потому что не хочу эту ситуацию так оставлять. Я требую вернуть деньги за растения, потому что мне пришла желтая вонючая жижа вместо аллоказии, и это неприемлемо. Я много лет покупаю растения из таких закупок, и такое у меня первый раз. И только 19-го июля мне ответил продавец. Да, считаю, что для аллоказии макариза это очень хорошая норма. Корневая прекрасная, растение очень быстро адаптируется и пойдет в рост. И вы сейчас видите отличный новый лист. Макаризы мы часто рассылаем вообще без листа. Вообще, конечно. Дальше пишу я. У растения гниль в стволе. От ствола идет характерный запах. Растения на реанимации это, простите, не норма. Вам видео с распаковкой прислать? Я почему должна за свои деньги сидеть и думать, будет ли расти растение? мне мне пришлось зачищать, наносить препарат от гниения, потому что низ ствола как низ, так и верх поражены. И это не в посылке произошло, это вы мне такое отправили. дальше я скидываю ссылку на видео 20 июля я снова пишу. Я жду вашего ответа. дальше я скидываю ссылку на их страничку, где написано, что есть возврат. Я пишу, у вас есть возврат на сайте прописано, не понимаю, в чем проблема. 23 июля, ну, люди очень заняты, мне пишут, если у вас есть претензия по растениям, пожалуйста, оформите в три шага фото, описание и ваши ожидания. Благодарим. И также пишет, что не нужно присылать ссылки на сторонние ресурсы, то, что я прислала на свое видео. Ай-яй-яй. Просим оформить претензию по нашим требованиям. Спасибо. Дальше я открыла снова свое видео и сделала скриншоты с видео, потому что, ну, как бы, почему-то мои фотографии до этого, ну, им было недостаточно. Вот. Пишу. Явно видно, что текла гниль со ствола, зачищала, ля-ля-ля. То есть, все это снова описываю. Дальше пришлите фото растений сейчас. Вот. Я пишу. Хорошо, приеду с работы отправлю. Хотя, ребят, ну, при чем тут фото растений сейчас, да? Вы прислали гниль. Реально ужас в посылке. Человек, простите, не хочу называть, конечно, это матерным словом так хочется сказать. Ну, потому что, ну, как так-то? Ну, да ладно. В общем, я присылаю им фото растения. Это было вчера. Снова почему-то опять тишина. И вчера я пишу им 31 августа, что очень хотелось бы от вас добиться все-таки ответа. И вот, что мне написали в заключении этот магазин. Надежда, добрый день. Пожалуйста, отправьте растения нам назад. Мы сделаем возврат. Спасибо. И адрес. Представляете? Представляете? Я пишу, за чей счет буду отправлять? Конечно же, говорит, за наш. И вот был мой ответ. Благодарю за ответ. у нас стоит жара за 30. Реально, ребят, жара за 30. Отправить растение полуживое, это значит для него верная погибель. Я не могу так поступить. Просто не могу. Но если вам как-то пофиг, вы просто берете гниль, закидываете, доехала, не доехала, потом отвечаете раз в месяц, может быть, раз в два месяца к своим клиентам, в кавычках дорогим. Ну, сегодня не вы, завтра другие, как говорится, что за вас тут держаться. То мне не безразлична судьба растения, за которое я уже бьюсь вторую неделю. Две недели это точно. И все. Просто не могу. Оно же живое. Пусть больное, но живое. И написала, что всего вам самого наилучшего. Вот вся наша переписка, ребят. То есть, да, типа, ну, да, мы согласны вернуть вам деньги. Вы и так обязаны вернуть эти деньги, потому что растение вы прислали больное. Нет, вы пришлите нам растение обратно, пускай оно не доедет. Это ужас какой-то. Я не знаю, что за отношения. Отношения, конечно. Так что, я просто это сейчас сделала, всю переписку вам показала, для того, чтобы вы просто понимали, с чем придется столкнуться вам. Вот так. Теперь пойдемте посмотрим на растение, как оно выглядит сейчас. Так, ребят, видео сделала оговорку. Не 31 августа, а 31 июля, конечно же. Сегодня у нас с вами, еще раз повторюсь, 1 августа. Так, и вот так вот выглядит растение. То есть, помните, да, совсем буквально на днях мы поставили с вами вот в такую вот тепличку. Ну, вроде как, листик начинает потихоньку разворачивать. Вот. И, знаете, что я еще сделала? Я еще вот так вот вниз чуть-чуть налила воды. То есть, у меня сам по себе стаканчик, он без отверстий, поэтому эта водичка просто создает еще плюс какую-то влажность, супер влажность для вот этих корешков. Сейчас так вот поставлю, чтобы телефон сделать. Вот, смотрите. Вот теперь корни пошли. Корни пошли, хотя я больше чем уверена, на 100%, что и этот лист она испортит. То есть, у нее еще, то есть, пока она вот этот весь ствол, видите, у нее стволик еще не, ну, с темными пятнами. Пока стволик не будет у нее абсолютно чистый, без темных пятен, пока она не освободится от этого всего, она будет желтеть эти листья, они будут уходить один за одним. Сказать вам, что я победила и растение будет жить? Нет, конечно же, нет. Оно может погибнуть в любой момент, потому что оно изначально было больное и гнилое. За ним глаз да глаз. Мне очень понравился один комментарий у подписчика, я не знаю, девушка или мужчина, написали мне, что, к сожалению, обычно такие растения, они потом, ну, они не такие, как если бы, допустим, я купила здоровое растение. То есть, такие растения не будут жемчужиной коллекции, я с ними полностью согласна, полностью согласна. Вот как-то так. Ну, и вернуть, вот скажите, напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас бы дрогнула рука отправить обратно, вот две недели биться, вот эти корни появились буквально два дня назад. Ну, вы видели, кого два, сутки, сутки прошли, да, я сделала ей тепличку, до этого я почему не могла, ну, можете написать, почему-то сразу сделала тепличку, давно бы пошел процесс, и не могла сделать тепличку, потому что шла гниль, шла гниль, лист за листом. Это третий лист у Агланемы, это третий лист, все остальные листья она поскидывала, то есть, она их начинает вроде бы выращивать, и тут же старый лист скидывает. Это что, ну, классно? Ну, конечно же, нет, оно болеет, оно стрессует, оно не может адаптироваться. И сейчас, я только сейчас смогла сделать ей тепличку, поэтому пошел процесс, скажем так, корней. Если бы я сделала это раньше, она бы просто загнила бы уже, ну, сразу же, причем давно. Поэтому только сейчас, как мы видим, идет процесс. Потихонечку разворачивает листик, потихонечку идут у нас корешки. Оно живое, это уже радостно. И напишите в комментариях, а вы бы отправили обратно растение? Ну, вот, допустим, вот оно только-только, только-только пошло в рост. Вы бы отправили только ради того, чтобы вернуть свои деньги обратно. Почтовый мне все равно бы никто не возместил, это точно. Никто бы не возместил. Мне бы отдали бы просто за это растение деньги, но явно не за потраченные нервы, явно не за потраченные мои препараты. И, ну, дальнейшее ухаживание за этим растением, это точно. То есть, я должна его запечатать и вернуть обратно. Ну, конечно же, нет. Вам судить? Напишите в комментариях, что должен был сделать продавец. Мое мнение однозначное, мне должны были вернуть деньги. Потому что, я вот помню, в том году, у меня даже не гнило, я уже говорила про то, что растения просто пришли в плохом состоянии. То есть, их неправильно упаковали, листья были все зажеванные, и оставались просто пеньки, но они были здоровыми. Мне вернули деньги. Растения живы, растут, все с ними хорошо. Но продавец, она вернула деньги сразу же, потому что она понимала, что, ну, косяк, а как? И все, неправильно упаковали, дошло, непотребный вид. А тут это что за отношения? Ну, как-то так. Еще, знаете, мне писали, такой интересный вопрос задавали. Ну, я думаю, что если вы захотите, вы зайдете и почитаете комментарий на YouTube, вот, мне писали, зачем откуда-то далека так заказали. Сейчас, типа, растение это стоит недорого. Согласна полностью. Сейчас можно купить это растение также за 2000, и здесь его и пришлют тебе через три дня, но у тебя будет и взрослый, и большой, и красивый, и все будет замечательно с ним. Полностью согласна. Но в том году это растение стоило в два раза дороже. и так как я делала закупку в марте, еще раз акцент, это был март, я еще не знала, какие цены будут на это растение в этом году, и что его будут в достатке, пожалуйста, бери и покупай здесь и сейчас, и все тебе пришлет. даже вот мой любимый магазин у Макса в Казани, он сказал, Надь, у меня есть классное растение, хочешь я тебе хоть сейчас его отправлю. Я говорю, ну теперь у меня есть растение, по крайней мере пока оно у меня есть, буду с ним биться. Я, конечно, буду показывать потом, если будет что показывать, это растение. Сейчас, на данный момент, это был разбор полетов именно с продавцом, а не с растением. Я не надеялась, кто-то мне писал в комментариях, что зачем, выкинула бы уже сразу и все. Я все-таки надеялась, что у меня получится. Пока 1-0 в мою пользу. Дальше не знаю, посмотрим, какое оно будет и как оно будет. Дальнейшие мои действия такие, оно будет стоять в тепличке у меня постоянно, пока, ну вот, точно, месяц это точно, пока мы будем наращивать корни, может быть, какие-то новые листики. Дальше я буду добавлять, то есть, 2 недели прошло, дальше можно уже добавлять новый препарат. Буду обязательно проливать с привикур, ребят. Раз в 2 недели можно спокойно добавлять привикур. Буду разбавлять и как бы лечить его привикурчиком. Тем более, что корни появились, лечить уже есть что, по крайней мере, да. Так что, буду вам обязательно все показывать. Ну и еще раз повторюсь, только вам и решать, покупать у этого продавца или нет. Но я скажу вам серьезно, свое личное мнение в этом магазине это была моя последняя покупка. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok